Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, заглянем в 4 моих портфеля. Напомню, что я инвестирую через брокера Открытия, у меня там российские активы. У меня есть 2 брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и недавно у меня появился криптокошелек на бирже Binance, в него тоже заглянем. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну, наверное, главная новость для рынка вчера и сегодня. Все-таки санкции грянули. Евросоюз и Соединенные Штаты Америки синхронно объявили о введении точечных санкций против российских высокопоставленных лиц и нескольких российских организаций. Наш МИД уже отреагировал, назвал эти санкции враждебным выпадом и призвал не играть с огнем. Ситуация с отравлением Навального некими боевыми химикатами, цитата, «лишь повод для вмешательства во внутренние дела страны», заявила Мария Захарова. По ее словам, Россия отреагирует на новые санкции США и не обязательно симметрично. То есть мы намекаем, что можем дать ответ даже в большем объеме, чем получили санкции. Вот так вот выглядит Мария Захарова. Это официальное лицо российского МИДа. Если вдруг кто забыл, я слышал неоднократно ее интервью на эхе Москвы. Ну, вообще, женщина производит на меня очень противоречивое впечатление. Ну да ладно. По словам Захаровой, Белый дом пытается культивировать образ внешнего врага. Также в МИДе считают, что ситуацию с якобы отравлением Навального некими боевыми химикатами, да он вообще заболел, чего они выдумывают америкосы, является лишь поводом для вмешательства во внутренние дела России. Ну и вот я последнее время замечаю, что наш МИД, он как будто соревнуется в красноречии. То есть я не знаю, кто эти спичрайтеры, кто готовит все эти выражения, но мне кажется, Захарова и Лавров в каждом своем выступлении пытаются сами себя как-то переплюнуть в этой въязвительности. А Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права читать нотации другим, заявили в российском министерстве и призвали не играть с огнем. В МИДе добавили, что не намерены мириться с введением новых санкций против России, реагировать будем исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично. Ну и в таком же духе ранее высказывался глава МИДа Сергей Лавров, когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, указал Лавров. Ну и собственно, какие санкции ввели? Евросоюз ввел санкции в отношении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова. Санкции против них были введены по новому глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека. Ну и вслед за Евросоюзом санкции против российских физлиц и организаций ввели США. Под ограничения попали Краснов и Калашников, также глава управления администрации президента Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в списке три юридических лица. Это два учреждения Министерства обороны и один исследовательский институт, в котором, как считает американская сторона, и изготавливали это боевое отравляющее вещество. Илон Маск настолько крутой мужик, что решил создать свой собственный город. Об этом Илон написал в Твиттере. Creating the city of Starbase, Texas. Создаю город Starbase, Техас. Написал Илон Маск. Вот так вот будет это все выглядеть. Сейчас это место называется Бока-Чика. Это деревня в Техасе, где расположен космодром SpaceX. Ну и Маск планирует, соблюдая все организационные формы, переименовать это в город, ну и, возможно, там поселиться. Посмотрим. Мне кажется, у этого человека просто нет никаких границ. Никита Сергеевич Михалков возвращается своим бесогоном на телеканал Россия 24. Но я и так-то телевизор раньше не смотрел, а теперь, наверное, вообще пульт разобью, чтобы, не дай бог, не напороться на его программу. Ну и очень грустная новость. Сегодня скончался Юрий Розанов, известный телекомментатор. Он комментировал футбол, хоккей. Целая эпоха ушла, как сказал Артем Дзюба после его смерти. Он боролся с раком. Обычная, собственно, грустная история. Диагностировали в январе 2019-го. Потом была химия. Ну и Юрий пытался сохранять оптимизм. Вот я читал его недавнее интервью, что он радуется каждому дню. Очень грустно, очень печально. Царство небесное. Давайте посмотрим, что на рынках. Несмотря на введенные санкции, сегодня весь день российские индексы торговались в зеленой зоне. Причем в начале дня так и вообще прилично. Там более процента был рост. Но к вечеру ситуация немножко скорректировалась. Индекс РТС сейчас в плюсе на 0,25%. Индекс МОС биржи прибавляет 0,26. Золото подползает уже к 1700. Сегодня вновь минус 1,5%. 1711 за тройскую унцию. Печальная картина, особенно для тех, у кого в портфеле есть золото добывающие компании. Как у меня. По нефти все довольно однообразно. Последнее время плюс 1,36. Сегодня и 63,53 доллара за баррель бренд. Завтра, кстати, состоится заседание ОПЕК, где страны будут решать, что делать дальше. Наращивать добычу, либо пока подержать на таком уровне. Ждем. Завтра это, пожалуй, будет основная новость, которая повлияет на движение индексов. Юрлс плюс 1,59. 61 доллара. 88 центов за бочку. Санкции вводят против России, а в коррекции Америка. Вот это все по системе российского МИДа. Понимаете, кто роет другому яму, тот сам в нее и падает. Все-таки Сергей Лавров и Мария Захарова правы. S&P 500 минус 0,18. Промышленный индекс Доу Джонса плюс 0,11%. Чуть не забыли про биткоин, а по нему сегодня плюс 6,6% и 50 956 долларов за монету. Лучшие бумаги дня по индексу Мосбиржи это Фос Агра плюс 2,5, Хэт Хантер плюс 2,4, Русал плюс 2,4, Озон плюс 2% и ММК плюс 2. Лидеры падения Петропавловск минус процент, Киви минус 1,1, Аэрофлот минус 1,2, Мосбиржа минус 1,8 и Норильский Никель минус 1,9. В десятых читал, кстати, сегодня, что Потанин сообщил о стабилизации ситуации с подтоплением, но вот несмотря на это, бумаги сегодня лидеры антирейтинга. Ну а вот лучшие бумаги по всему рынку это Выборгский судостроительный завод Префы плюс 7,88. На втором месте ЕТЭК плюс 6,75 и обычные бумаги Выборгский с ССЗ плюс 6%. Ну давайте сегодня эту компанию и разбирать. ЧТПЗ плюс 5,42 это Челябинский трубопрокатный завод. Я читал вчера про эту компанию, что ее кто-то хочет выкупить, какой-то миллиардер российский, не запомнил кто именно и какая компания. Ну и короче, этот Челябинский завод, видимо, сильно порадовался этой новости. Саратов Энерго в плюсе, группа Черкизова, Саратовский НПЗ, Куйбышев Азот, Американ Аirlines и Русгрейн Холдинг. Друзья, вы знаете, а давайте сегодня так поступим, вот Выборгский ССЗ, мы прекрасно знаем эту акцию, а давайте сегодня на ЧТПЗ лучше глянем. Потому что вчера я слышал новости, что бумага дала плюс 35, что ли, роста. Сейчас вот мы и посмотрим. Так, ЧТПЗ за месяц плюс 23, за год плюс 36, за три года плюс 88%. Так, Челябинский трубопрокатный завод, тикер CHEP, 301 рубль 50 копеек стоит акция и сегодня растет 15 рублей 50 копеек. Цена доход 14, немножко великовато, дивиденды есть более 4%, сейчас уточним. И теханализ краткосрочно предлагает активно покупать. Теханализ на месяц, скользящие средние 12 к нулю, за покупку технические 6 к нулю. Есть эта бумага в Тинькофф, ну и смотрите, на недельном графике действительно видно, что с ней случилось. 2 марта стоило 252 рубля, потом бабаха стала стоить 314. Немножко скорректировалось, но сегодня вот тоже опять дает приличный плюс. За месяц по компании плюс 21, за полгода плюс 47 и за год плюс 35 почти процентов. Ну неплохо, смотрите, она, собственно, и до этой новости показывала рост. Российская металлургия, это вещь. Так, Челябинский трубопрокатный завод производит широкий ассортимент стальных труб, главным образом бесшовных и сварных труб для российской нефтегазовой промышленности. Для транспортировки нефти и природного газа основные производственные мощности расположены в России и входит в десятку крупнейших трубных компаний мира. Это Танкоград Underground RAP. Показатели. Стоимость компании 109 миллиардов рублей, 14 ПЕ, рост ИПЕ за 5 лет 1%, выручка в минусе, рентабельность, доходность капитала аж 92%, доходность активов 4%, доходность инвестиций 8%, очень высокий долг капиталу, то ли закредитована бумага, непонятно, не знаю, есть ли по ней облигации, но цифры не очень, более 1000%, и есть по компании дивиденды, средняя дивдоходность за 5 лет 7%, давайте посмотрим. В 2020 году было 2 выплаты, и действительно, смотрите, заплатили сначала 9 рублей 82 копейки, потом еще 8 рублей 18 копеек, в сумме получилось более 9%, ну и в этом году уже была одна выплата, заплатили 2,58%. 10%, разумеется, дивиденды будут поскромнее, но, скорее всего, в июне последует еще одна выплата от данной бумаги. Ну, интересная, интересная компания, единственное, немножко сейчас перегрета на фоне этих новостей, если бы не вот эти плюс 20% за неделю, то ее вполне можно было бы посоветовать для покупки. Сейчас, на мой взгляд, поезд немножко ушел, и надо подождать, куда бумага пойдет дальше, чтобы не заходить в нее на хаях. Так, давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российских активов, в брокере открытия, весь день был плюс, но вот к вечеру улетел я в минус на 0,24%, минус 1438, 604 тысячи в портфеле. Смотрим информацию по счету, финансовый результат за 7 дней, ну, слабо минусовый, минус 863 рубля, за 30 дней у меня плюс 0,66, плюс 4 тысячи. Боковик, короче, в последнее время за год доходность плюс 27,94, плюс 141 тысяча рублей. Из моих бумаг сегодня лучшее это Русал, плюс 2%, Детский мир плюс процент, и Росагра плюс 0,96. В плюсе китайская ETF, Калинэнерго, евро с долларом сегодня подрастают на фоне санкционных опасений, при ФСБЕРа, и FXRL, все остальное в минусе, и лидеры падения FXIT, Норникель и Мосбиржа, минус 2,37%. Ну, в общем, позитива сегодня не получилось, все-таки санкции в итоге рынок обрушили, но не так страшно, как можно было предположить. А вот американские акции сегодня очень даже плохо выглядят. Начинаем с ИИС в брокере Тинькофф, тут 174 тысячи, и Нежданна Никадана, минус 1,4%, аж минус 2,400. Не знаю, почему так скверно. Смотрите, весь портфель красный, и какие жесткие коррекции. Лайн Энерджи, минус 1,78, АМД, минус 1,37, или Лили, минус 1,81. Ужас, просто ужас. Майкрософт, минус 1,36, Пейпал, минус 3,5 почти процента. Так, срочно отсюда валим, чтобы не расстраиваться. Фонды тоже коррекция, минус 0,62, минус 1100. В фондах 187 тысяч. Ну и тут тоже кошмар, Европа падает, СНП падает. Немножко в плюсе ВТБ акций развивающихся стран, да и все. Остальное все в сильном минусе. Особенно Тинькофф, Насдак, минус 2,62%. Ну вот смотрите, Насдак за неделю минус 1,66, за месяц практически ноль. Нет роста по американскому сектору IT, к сожалению. Ну говорят, что это самая перегретая сфера. Ну видимо так оно и есть. Ну а вот где профит, друзья, вот где богатство, вот где роскошная жизнь. Это биткоин плюс 4% согласно данным приложения Binance. Ну и тут вот на моем счету на сегодня 14 долларов 52 цента. Шучу, конечно, у меня тут всего лишь одна тысяча рублей. Хотя, если бы была не одна тысяча, а, скажем, несколько сотен тысяч, ну или лимонов рублей, то плюс 4% было бы приятно получить. А так пока лишь копейки, пока присматриваюсь. Ну что, друзья, ждали мы санкции. Санкции НАТИ, получите, распишитесь. Было ли это неожиданно? Да нет, все знали, что эти санкции последуют. Хорошо, что они точечные. Возможно, они так сильно не бьют по российским компаниям напрямую, да, не связанным с правительством, с нашей властью. Вот. Хотя в целом все равно это нехорошо. И за этими санкциями могут последовать следующие. Но у меня есть 100% конкретный симметричный ответ на эти санкции. Надо, чтобы наши хакеры каким-то образом на сайте всяких Пентагонов разместили все выпуски Бесогона Никиты Михалкова. Вот тогда-то они поплачут горючими слезами от Никиты Сергеевича и поймут, что с Россией шутки плохи. Ладно, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. На завтра сделаю неблагоприятный прогноз. Мне кажется, что к концу недели реакция на эти санкции все равно последует. И мы увидим красные графики. Ну и в Америке не все хорошо. Там, собственно, подобных опасений нет. Но рынки тоже не растут. Увы и ах, пока мы находимся в затянувшемся боковике. Все, друзья, доброй ночи. Если не трудно, лайк за видос. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok